Внутренние войска отработали подавление аналогичных Майдану беспорядков. Учения проходили со 2 по 4 апреля на территории северо-западного, центрального, привозка, северо-кавказского, южного и крымского федеральных округов. То есть у нас тут тоже проходили? Не совсем так. Они не Майдан подавляли, они именно с вооруженным противником сражались в Ростовской области. То есть там были конкретные мотороны. Это в гражданской войне? Да. И здесь тоже они не подавляли безоружность. То есть всегда учения были, они шли палками, били по своим щитам и запугивали граждан глупых. Помнишь, мы как-то даже прокомментировали, каким образом всю эту боротву можно рассечь, мгновенно и перебить. Ну там же совершенно очевидно, когда сверху смотришь, как они действуют, что если будет маломальская организация, то есть если человек не гениальный, там Бонапарт, Наполеон или Юлий Цезарь, а человек, который просто умеет управлять маленьким подразделением. Взвод, максимум рот, он их разнесет в пух и право. Даже командир взвода, если он нормально умеет управлять, там же совершенно очевидно, как разбираться. Все вот эти вот повороты их и перемещения, они выполнены с нарушением системы римского строя. Тот, кто изучал римский строй, понимает, что это придурок придумал. То есть они собираются идти черепахой, а перестраиваются как идиоты. Поэтому они растекаются мгновенно. Их специалист, я говорю, командир взвода разнесет. Если у него будут нормальные солдаты, хорошо подготовленные и самоотверженные, конечно. Поэтому они привыкли с бабушками сражаться. Бабушки это делать не умеют. Ну и люди с болотной этого не умеют делать. А сейчас нет, сейчас они собираются сражаться с боевиками. С какими они собираются с боевиками, я не знаю. Для того, чтобы сражаться с боевиками, нужен нормальный опыт боевой, колоссальный. Не такой, как у них. То есть они думают, что там так же боевики приедут и поставят артиллерийскую установку и будут с нескольких километров стрелять. Этого не будет. Возникают угрозы, не учитывая, которые мы не можем, сказал Владимир Путин на церемонии представления высших офицеров в Кремле. Самая главная волн Путин угроза, которую ты не учитываешь, это то, что те люди, которые ходят и занимаются всеми этими борьбой с экстремистами и террористами, они как раз и будут нашей опорой. Эти люди, которых ты сейчас вот собрал в Кремле, которых ты не учитываешь. Ты правильно говоришь, мы не учитываем, имея в виду себя, а мы его учитываем и очень серьезно учитываем. И поэтому у тебя ни одного шанса нет, плохо ты историю знаешь. Мне кажется, только тот, кто плохо знает историю. Ладно. Ну да. Вот по результатам встречи Ципроса и Путина, это греческого лидера. Да, много это обсуждается, но вот ты знаешь, кроме каких-то предположений и гипотез ничего нет. На самом деле пустота. Я так понимаю, чувак приехал, получил какие-то бабосы лично, возможно, ну как положено, подарки какие-то там. Приехал к византийскому амператору и получил золотых пряников. Пряников, да. Ну вот сейчас будет важный вопрос, приедет на 9 мая или нет. Если америкосы больше закинут пряников, ну я говорю, мы посмотрим сразу, будет видно, насколько Акбами это надо, чтобы Путин не приехали. Если грек не приедет, значит действительно проводился... Мне кажется, наоборот, пускай скажут, езжай. Один пускай приедет, это же для смеха, это нормально. Кто? Грек приехал. Грек приехал. Через реку. И как наши все каналы будут захлебываться, пытаясь из Греции вытянуть в мировую супердержаву, как минимум. Премьер-министр России совершил визит в страны Юго-Восточной Азии, во Вьетнам и в Таиланд. Тут написано, можно подумать, вы хорошо ее знаете, это наверное про историю. Но я по крайней мере знаю, в отличие от Путина, что когда большевики пришли к власти, в первый же день им стали служить 30 тысяч офицеров. На их сторону перешли. 30 тысяч. Поэтому мы это знаем и имеем в виду. Да, ну раньше большевистские эти, ну не только большевистские, революционные агитаторы, да, они же ходили и агитировали там по казармам. А сейчас же не надо. Конечно, конечно. Вы же никто же не посчитал, да, сколько царапов. Ты сказал им то, что они дураки, к сожалению, к счастью, не понимают. Ну ты вот им подсказал, что нам не надо агитировать по казармам. Потому что у нас огромное количество людей, которые из этих казарм нам сами пишут. Ну вот Медведев слетал в Таиланд и во Вьетнам. Ну да, ну черт, та же самая задача. Маленького поднапрягли, отправили приглашать азиатских начальников на 9 мая. В Таиланде, по-моему, не до того точно. А? В Таиланде, по-моему, не до того. Не, ну, если, представь, если он, я уверен, что он этого не сделает, потому что он не сможет этого сделать. Ну, если бы там раму 9-го пригласил, да, короля тайского. Ну да. Нет вопросов, да, ну там, во-первых, там, сколько ему, 87, да, лет? Или сколько? 87. Я думаю, что он не оторвет, грубо говоря, попу и не поедет. Это должна быть аргументация бешеная. А если они пригласят одного из премьер-министров, которых там через день снимают, ну ты же сам понимаешь, какой-то вес. Ну там, он приедет, его завтра все равно снимут, и после завтра, там же, как раз. Давайте назначим специально под путинский праздник, какого-нибудь премьер-министра на пару дней. Ну, а вьетнамец, безусловно, приедет, потому что мы как бы его в 13 друзей вовшина включали, да? Потому что, ну, там реально что-то они получат за то, что приедут. Не, ну и у них, конечно, у них с нами связи традиции, я говорю, как у нас ребята ездили, просто значки там раздавали, вот эти пионерские наши брали, мешок значков, и вот за эти значки, пионерские, комсомольские, там ребята вообще прям все-все. Ну, то есть, у них вот это советское, оно там еще, вот, вьетнамец, русский, братья навек. Вот это, ехал из отпуска через Москву, в форменной одежде, будучи пограничником, но рост у меня 184 сантиметра, вот, и подбегают ко мне вьетнамские офицеры, рядом с городским парком, с московским парком культуры отдыха имени Горького, а они вот ровно в половину, вот такие вот, представляете, что их там полно. Они уж как со мной, вот так, тут только эти, пирамиды только не строили, они и сюда сели, и сюда встали, и вот фотографировались. Такие они были довольны, как дети, я думаю, ну пусть уж я так и фуражку поснимал, и там посулетовал вместе с ними, замечательно. Так что, понятно, что для них это некое счастье, сюда в Москву приехать на парад, в общем-то, хорошо. В Литве приостановили трансляцию телеканала РТР Планета после передачи с Жириновским. Ну там, он сказал. Ну там, на самом деле, с Жириновским, ну там, говорил он там слова, которые они интерпретировали, кстати, совершенно правильно, надо сказать, что это призыв к войне, что это призыв к уничтожению украинцев и так далее, и так далее. Ну, то есть, конечно, выступал как козел, но не только из-за этого, не только из-за Жириновского, там же все выступают с призывами к войне, там все призывают к уничтожению украинцев. То есть, я имею в виду, кого официальные вот эта линия этих каналов правильно делали, что запретили. Я только удивляюсь, что на три месяца запретили. Я вот тут для себя записал ремарку. Совершается длящееся преступление, причиняющее огромный физический, материальный и моральный вред. И большое количество соучастников требует рассмотрения этого дела в особом порядке. Создание судебного конвейера и возмещение за счет вреда, за счет солидарной ответственности. Вот о чем мы говорим. То есть, мы профессиональные юристы советуемся между собой, говорим, что как мы будем возмещать вред, который причинила Российская Федерация в лице Путина. Путем солидарной ответственности виновников, которые причинили вред. То есть, если нам не важно, в каком объеме его вина, вот абсолютно мы... Кто-то людей стрелял, а кто-то по телевизору говорил. Да, вообще вина не имеет значения. Вот как мы закроем причиненный вред материальный, то есть, это и материальная оплата за материальные все издержки, и за моральный вред. Вот за все мы расплатились, вот что вам осталось, потом мы будем разбираться, грубо говоря. А так нет. И кто у нас под руками, у тех и будем забирать и отдавать. То есть, ответственность будет солидарная. Иными словами, будет конфисковано все. До дедушкиных носков. Если они этого не понимают, они идиоты просто. Вот представь, они раздувают войну на телевизионе, сидят там что-то, философствуют в носу, ковыряют и думают, что ответить что не придется. Да все, заберем до ноля. Вообще ничего не оставим. Живиновский вроде не сдал даже нормы ГТО. Да, там что-то он четыре раза отжался, да. Нет, там два раза потянуться надо было, ну по его возрасту. И что-то достать, ну этими, как сказать, пальцами до пола, да. Но я думаю здесь он сломался. Ты знаешь, вот парадоксальная ситуация, я потянусь-то и вообще без всяких проблем. И отожмусь, но пальцами до пола я даже в детстве не доставал, даже в детстве не доставал. Спина не гибкая. Руки короткие. Да, ну или руки короткие, спина не гибкая. Так что я вот как-то там могу согнуться, но не до такой степени. Не сдастся, значит. Да, ну как-то вот в армии ты знаешь все сдавал. И подтягивался, и подъем переворотов шесть раз, и там, и выход сил, и сколько положил. Я даже не помню сколько сейчас, уж там и отбрусив, отжиматься. Так, мэрия столицы Кыргызстана выступила с предложением отказаться от использования георгиевских ленточек к 70-летию Победы. Ну, правильно, своевременное решение, как сказали бы. Правильно, что ж, тут уже настолько вот этот символ, настолько он испачкан. Конечно, это ужасно, то, что сделал Путин. Это страшное преступление. Меня спрашивали в свое время, год назад, как можно реабилитировать георгиевскую ленточку. Спрашивали люди с Украины, которые, ну, неплохо относятся к советским символам, особенно к символам Победы. Я сказал, очень просто преступников этого режима повесить по решению суда, по приговору суда, не на веревках, а на этих ленточках. Тогда они станут сразу же прям противоположным символом. И все, она будет реабилитирована. В президентарстве Хайнс Фишер не поедет в Москву 9 мая. Мне вот нравится, как вы заберете, они вам не отдадут. Они-то с деньгами, а вы нет. А вы думаете, деньгами можно защититься? Вы видели хоть одного, кто защитился бы деньгами? Вы вот посмотрите, у Ахметова деньги есть, а у Моторолы денег нет. Но не было, когда он машиной мыл, где Ахметову и где Моторолы. Поэтому тут, может быть, плохое сравнение, но деньгами еще никто не защитился. Ни один. Наоборот, они привлекают кучу народу, которые хотят их забрать. Желание их забрать.